Я хотел бы как раз рассказать в большей степени, конечно, уже о способах таких продвижения, скажем так, в том числе и пуш-продвижения платных, но которые, тем не менее, помогут в том числе драйвить в дальнейшем и органику тоже, безусловно. И прежде чем начать, хотел бы познакомиться с вами. Для начала тоже могли бы поднять руки, пожалуйста, кто является представителем разработчика приложений мобильных? О, прекрасно. Кто является представителем агентства, которое занимается либо продвижением, либо рекламой? Прекрасно. И площадки, рекламные площадки, возможно, здесь есть. Вот, хорошо. Ну и сегодня мы говорим о мобильной теме, в принципе, весь поток посвящен мобильной. Ну и год этот, 2015, по сути, стал для Гугла тоже годом, когда мобильные победили в целом по миру. У нас уже вот в сентябре мы увидели, что только со смартфонов приходит поискового трафика больше, запросов поисковых больше, чем со всех остальных устройств в мире у нас. В России по итогам третьего квартала тоже смартфоны это только 40%, но вместе с планшетами тоже уже больше половины поисковых запросов на поиски Гугла в России. То есть это год, когда действительно мы можем сказать с уверенностью, что мобильные, ну и в частности смартфоны, победили. Но для начала хотел бы спросить у вас, помните ли вы, когда, в принципе, появился первый мобильный телефон или первый смартфон? Может быть, кто-то готов сказать? Когда-когда? Ну, в принципе, нет, когда изобрели. В России, да. Ну вот зафиксировано, первое зафиксированное появление телефона в кадре это 1928 год, фильм Чарли Чаплина «Цирк». Там вот пожилая женщина прошла с мобильным телефоном в кадре. Но первое устройство, в котором были приложения, в принципе, оно появилось гораздо позже, в 1984 году. Это был Psyon Organizer, такое устройство. Там было 2 килобайта памяти, в принципе, оперативной. И этого хватало там буквально для одного-двух приложений. В частности, вот Agenda приложения такое первое, которое стало таким прародителем всех прочих приложений. Ну и в том числе язык, на котором отписалось, он стал прародителем Symbian. Языка, который, я думаю, даже не все разработчики уже сейчас так живо помнят. Но первое действительно массовое приложение тоже, это, я думаю, все мы помним прекрасно. Это «Змейка», все мы в нее играли в свое время. И в приложениях мобильных до сих пор большую часть составляют игры как раз. И, в принципе, они до 70% всех доходов генерят. Но по времени, проводимого в приложениях, игры и развлечения занимают только где-то порядка 3-35%. Это по нашему исследованию, наблюдениям. И Flurry тоже по данным Flurry. И если говорить, опять же, о времени, которое проводят пользователи в приложении, люди, то в России эта цифра составляет уже 82%. При этом у нас порядка 66 миллионов. Это по данным ТНС совсем недавние свежие цифры. Пользователей смартфонов. А по всему миру пользователей смартфонов уже больше 2 миллиардов. И к 2017 году должно быть около 3. И при этом платформа из них, 84% это Android. Вот так на заметку. И все эти пользователи, безусловно, проводят время в приложениях. Потому что… Еще несколько слов тоже о том, какой рынок сейчас это занимает. Как быстро он, собственно, с нуля, да, еще буквально там в 2007 году рынка приложений практически не существовало. В 2015 году прогнозируется уже доход суммарный почти 41 миллиард долларов только от продаж через Store. И в дополнение к этому еще 34 миллиарда долларов эта реклама будет. Это цифры глобальные по всему миру. Но прелесть опять же приложений, в том числе для нас с вами, да, она заключается в том, что там нет как таковых таких физических границ. И мы можем спокойно разработать здесь, находясь в Москве или в Новосибирске, приложение, которое будет продвигаться, которое будет скачиваться по всему миру. Соответственно, это вот как раз первый, наверное, такой совершенно глобальный рынок, по которому актуальны именно глобальные цифры, а не чисто российские. И еще тоже тут по данным Vision Mobile, недавно опубликованным, еще в дополнение к вот этим 75 миллиардам, 74,5 миллиардам, 300 миллиардам в этом году, что в полтора раза больше, чем в прошлом, сгенерируется мобильной электронной коммерцией. То есть, в принципе, это тот сегмент, который обычно не учитывают, когда смотрят на доходы от мобильных приложений, но это сегмент с огромной суммой. В принципе, бюджет такого среднего государства, даже не среднего уже, вполне нормального. Ну и почему, собственно, столько денег в приложениях? В принципе, достаточно очевидные вещи. То, что приложения позволяют делать то, чего сложно было представить раньше, без приложений. В том числе дополненная реальность, активность различные, игровые. Ну и, естественно, всевозможные инструменты лояльности, в том числе такие, как push-оведомления. И поэтому приложения, они проникают у нас во все сферы жизни. И деньги делают на приложениях тоже абсолютно во всех индустриях, во всех вертикалях. Ну, в частности, опять же, игровая, о которой я говорил, где до 70% денег пока что находится, опять же, если мы не считаем вот этот оборот электронной коммерции, а вот именно считаем доход непосредственно от приложений и внутри приложений. Это коммуникационные вещи, в том числе вот те самые знакомства, о которых говорили мы сейчас. Ну и, наконец, такси, транспорт. Но также приложения становятся такой достаточно неотъемлемой частью для традиционного ритейла, в том числе в России, кстати. Это вот примеры с цифрами, они американские. Но фактически у нас и в России уже есть игроки, которых вы прекрасно знаете, которые активно используют мобильное приложение, в том числе Wildberries, LaModule, которые будет позже тоже. Вы услышите, собственно, как они занимаются, что они делают с приложением, как добиваются с ним успеха. Ну и, наконец, в том числе и в других вертикалях, в том числе финансовую, и даже FMCG, собственно, уже заходит на эту территорию. И в этом и в следующем году мы прогнозируем, в принципе, мы сейчас видим у себя по топовым клиентам, в частности в России, что только где-то порядка 20% топовых клиентов AdWords, традиционных именно, мы говорим не о приложениях, не о разработчиках, традиционных имеют приложения и продвигают их активно. Порядка еще 25% имеют так или иначе приложения, но при этом активно их не продвигают пока. И большой задел достаточно тех, кто сейчас активно думает о том, чтобы запустить приложение и начать, собственно, с ним зарабатывать с этим приложением. То есть тоже откусывать от этого пирога рынка мобильных приложений. Но, собственно, важный момент, опять же, по цифрам. На самом деле до конца этого года уже за 3 миллиона должно перевалить количество приложений, которые будут и в Android, и в iOS. По последним официальным цифрам у нас там порядка 2,6 миллиона на двоих. Почти поровну у нас чуть больше, чем в iOS Story. И при этом такая цифра, собственно, которую мы у себя наблюдали, то что 60% приложений из всех этих двух, ну почти трех миллионов, да, уже на самом деле, если смотреть вот на такой, на тренд. Приложений никогда не загружались людьми, собственно, так самостоятельно, скажем так, да, органически. То есть огромное количество приложений, несмотря на то, что они загружены в Story, при этом люди их не находят, не могут найти по тем или иным причинам. Поэтому крайне важно не только разработать приложение, но и сделать так, чтобы его находили, сделать так, чтобы его устанавливали, использовать для этого все доступные инструменты. Ну и начну сначала с бесплатных инструментов. Прежде всего это самый очевидный инструмент, но о котором многие забывают. Это то, что мобильный сайт, да, если у вас есть сайт, если вы разработали приложение для бизнеса, у которого изначально есть сайт и мобильный сайт, то важно в том числе на этом сайте давать уведомления о… ну то есть когда пользователь заходит в соответствующего устройства, что есть также еще и приложение, которое он может установить. Это можно делать либо, опять же, в настройках внутри непосредственно сайта, либо отдельно настроить уведомления, как это сделать для хрома. Можно прочитать в девелоперс у нас ресурсе. И, собственно, таким каналом бесплатно привлекать пользователей, уже готовых, ценных, тех, которые не удалят приложение, которые будут активно им пользоваться. Другой важный момент – это если, опять же, вы ведете рекламу обычную своего сайта, то всегда можно, и у вас есть при этом приложение, да, или у вашего клиента всегда можно добавить в поисковую рекламу на Гугле дополнительную ссылочку, ссылку на приложение. Это расширение такое. Тоже оно не является, естественно, бесплатным, но стоимость перехода по нему такая же, как и стоимость перехода на основной сайт по объявлению. Ну и, наконец, третий важный момент – это то, что мы, собственно, не дали, как в этом году, а точнее в бете мы уже несколько лет это тестировали, но в этом году уже запустили индексацию, в том числе, приложений мобильных. То есть с апреля у нас уже появляются мобильные приложения в индексе поиска Google, бесплатно тоже совершенно, то есть в естественных результатах поиска Google. И вот буквально недавно тоже мы анонсировали запуск этой возможности для поиска Google на iOS. То есть до этого это только на Android было доступно, теперь будет доступно также и на iOS. Для этого, собственно, диплинкинг, что он из себя представляет, для тех, кто не поднял руки, когда спрашивал, кто из вас разработчик, буквально кратенько расскажу, это возможность заходить по ссылке не в магазин на страничку приложения, а непосредственно сразу в приложение и на тот его экран, на который вы хотели бы привести пользователя. То есть в данном случае приложение Афиши. Если у вас есть Android и есть это приложение, то можете потестировать, посмотреть сами тоже в смартфоне, зайти. Оно, собственно, проиндексировано нашим поиском, сделана прометка с диплинкингом и позволяет уже непосредственно по запросу, например, названию кинотеатра заходить сразу на страницу на экран этого кинотеатра в приложении. И важный момент тоже, о котором нужно сказать, это то, что это работает в первую очередь для тех приложений, которые у вас уже установлены на смартфоне. То есть это позволяет приводить пользователей обратно в приложение. Но это также у нас работает в том числе и для новых приложений. То есть если, например, если вы все сделали правильно, правильно настроили диплинкинг, проиндексировали приложение в поиске Google, и пользователь ищет запрос, который вам релевантен, который пользователю релевантен, точнее, и совпадает с вашим приложением, то это ваше приложение может тоже показаться, соответственно, только уже со ссылкой установить. Ну и в частности такое можете посмотреть, например, с Википедией. Если что-то поискать поиском Google, добавить к этому приставку вики, и при этом у вас не будет приложения Википедия, вы увидите, что появится ссылка в топовых результатах, в первых результатах на установку Википедии. Собственно, это тоже у нас запущено, работает и приводит в том числе новые установки приложений. А теперь хотел бы у разработчиков спросить, кто из вас сделал выше диплинкинг, кто с ним работает. Так, тогда вот прекрасно, одна рука есть. Уже лучше, чем ни одной. Ну и для всех остальных, собственно, вот QR-код, диплинкинг в действии. Если вы отсканируете этот QR-код, то это будет ссылка, диплинг на YouTube, на ролик одного из наших инженеров из Калифорнии, из Mountain View, который как раз там рассказывает о том, собственно, как настраивать диплинкинг, что нужно делать в коде приложения, чтобы это работало. И дальше, соответственно, где можно больше деталей посмотреть на девелоперс. Ну и это что касается поиска. Мы поговорили о естественных результатах поиска, то есть бесплатного продвижения. Но, безусловно, важно также для того, чтобы действительно подняться в количестве скачиваний, в количестве установок, увеличить быстро базу пользователей своего приложения. Важно также, безусловно, и рекламироваться, ну и продвигать приложение платными способами. Мы проводили опросы, собственно, из доступных рекламных каналов, какие пользователи, какие из них наиболее, скажем так, пользователи склонны использовать для установок новых приложений. Победил поиск 50%. Пользователи ответили, что использовали поиск перед тем, как установить приложение. Но также, собственно, баннерная реклама в приложениях, в самих баннерная реклама на сайтах и видеореклама. Ну и все это у нас, собственно, в Google AdWords представлено. Прежде всего, это поиск Google непосредственно сам. Но мы понимаем, что в поиске Google не так часто ищут приложения. В основном ищут что-то другое. Но, тем не менее, продвигать приложение там тоже можно и нужно, потому что там трафик, как показывает у нас опыт, в среднем наиболее качественный трафик, он приходит как раз из поиска Google, ну, из рекламных каналов, опять же, если мы говорим не об органике. И там самая низкая стоимость конверсии получается, самый высокий уровень конверсии. Объемы, понятно, не очень большие, потому что, опять же, не так часто люди ищут приложения на поиске. Гораздо чаще они переходят на установку приложений из рекламы внутри приложений, то есть то, что называется у нас AdMob. Возможно, многим из вас это знакомо, сочетание звуков. И размещать, собственно, AdMob можно устанавливать у себя в приложении, чтобы монетизировать его. И можно размещать рекламу в AdMob в других приложениях через, опять же, Google AdWords. То есть вся реклама, о которой я буду говорить, она вся через один интерфейс идет, через Google AdWords. Ну и там это, соответственно, уже, если поиск это поиск, то реклама в приложениях это контекстная медийная сеть Google. К ней же относятся тоже и мобильные сайты, на которых можно размещать рекламу приложений. И отдельно можно еще запустить рекламу на YouTube с видеоформатами и дополнительной ссылкой, которая будет ввести, собственно, в магазин приложений на установку этого приложения. Ну и сейчас у нас тестируется еще формат рекламы приложений, опять же, в почте Google. И в конце июля, в начале августа у нас запустился уже такой, на наш взгляд, революционный продукт. Это возможность размещать рекламу в поиске Play. То есть в поиске Play Store. Можно теперь размещать рекламу. И, собственно, так как это такой самый, на наш взгляд, сейчас интересный продукт, потому что это наиболее естественное для пользователей место, куда они приходят за новыми приложениями, наиболее естественное место им показывать рекламу своего приложения. Несколько слов отдельно о рекламе в поиске Play. Собственно, он работает, естественно, только для Android, потому что только Play. А поиск, при этом поиск Google работает и для Android, и для iOS. То есть все, кроме поиска Play, все остальное, все остальные виды рекламы, они работают также и для iOS. А вот поиск Play, он, естественно, только для Android. И запускается он как рекламная кампания на поиске. И при этом идет одновременно поиск Google, реклама на поиске Google и реклама в Play. И по одним и тем же словам, и система сама определяет, когда лучше показать рекламу на обычном поиске, когда в Play. Ну, естественно, с учетом объемов запросов релевантных приложениям, большая часть вашего поискового трафика, она будет приходить из Play. По рекламным кампаниям у нас по-разному. Пока еще, опять же, рано говорить о каких-то таких средних значениях. Но по отдельным рекламодателям у нас трафик из Play, из поиска Play, был в 9 раз выше, чем трафик из поиска Google. То есть, в принципе, можете тоже спрогнозировать для себя, сколько вы сможете там получать в дополнение к рекламным кампаниям на поиске обычном Google. Из таких рекомендаций тоже для запуска рекламы в поиске Google Play лучше, естественно, подбирать более широкие общие запросы, ну и, собственно, думать как пользователь. То есть, как пользователь ищет приложение, если, опять же, для обычного нашего поиска характерны более длинные запросы, особенно с появлением Voice Search, более естественные запросы стали характерны у нас для поиска Google обычного, то на поиске Play там, как правило, более такие короткие запросы, более односложные и более широкие у пользователя. Собственно, это надо учитывать, когда вы запускаете рекламную кампанию. Ну и, собственно, запустить ее можно, это интерфейс AdWords, и там вот есть кампания, только поисковая сеть, и дальше установки мобильного приложения. Собственно, это вот и есть именно этот тип кампании. По сути, в два шага это можно запустить, ну и дальше, естественно, добавлять ключевые слова, объявления и так далее. Следующий блок рекламных продуктов, который у нас есть, это реклама в контекстно-медийной сети. Она, опять же, работает у нас и для Android, и для iOS. Ну и размещаться там можно, как я говорю, как в других приложениях, так и на сайтах мобильной сети. Там могут быть такие вот тизерные блоки, как на первом скриншоте, полноэкранные interstitials и полноэкранные видео-баннеры, полноэкранные видео-интерстitials. Собственно, довольно много видов способов нацеливания на пользователя у нас в контекстно-медийной сети есть. Есть широкий таргетинг, все потенциальные пользователи приложения, которые мы рекомендуем, собственно, пробовать при первом запуске. И есть узкие таргетинги, в том числе достаточно интересные, такие как категории уже установленных приложений у пользователя, такие как пользователи новых устройств. Причем там можно выбрать вплоть до периода, когда пользователю только вот у него появилось новое устройство. Естественно, это как раз самый такой период, когда пользователь больше всего устанавливает новых приложений. И еще один интересный таргетинг, который у нас есть, это пользователи, которые установили хотя бы одно платное приложение или совершали покупки внутри приложений. Естественно, это очень ценный сегмент, потому что это, как правило, 95% всех денег генерятся у нас 5% пользователей. Поэтому очень важно вылавливать именно вот этих китов, как они называются на сленге. И новый формат, который у нас запустился, это возможность запускать видеорекламу с хорошими, если у вас есть видеоролики, это вот такие пропускаемые прероллы на мобильном YouTube. И там есть также возможность запустить с переходом на приложение. Оплата при этом берется, если пользователь пропустил вашу рекламу и не перешел по приложению, на установку вашего приложения в магазин, то оплата с вас не берется. Она берется только за действия. То есть либо он должен посмотреть целиком ваш рекламный ролик, либо он должен перейти на установку приложения. Также сейчас, как я говорил, у нас тестируется реклама приложений в почте Google. Но самый, пожалуй, наверное, большой и важный запуск, который мы анонсировали как раз в конце сентября буквально, и который сейчас у нас происходит, и о котором я хотел бы вам отдельно сказать, это универсальные компании для приложений. То есть если все, о чем я до сих пор рассказывал, все виды рекламных компаний, это все отдельные компании в интерфейсе, отдельные настройки, 10 видов таргетингов контекстно-медийной сети, из которых вы можете выбирать, потом смотреть, как это все работает, оптимизировать, отключать, подключать новые, минусовать, то, опять же, навсегда от разработчиков шел фидбэк, что на других площадках, не буду называть каких, все гораздо проще. То есть там практически вплоть до того, что приходишь, нажимаешь кнопку, добавляешь, естественно, бюджет рекламный, и после этого уже начинают идти инсталлы. Причем в нормальной цене. И вот, наконец, мы тоже запустили в Гугле рекламную компанию, тип рекламной компании, который позволяет практически вот тоже по нажатию кнопки запускать рекламу сразу везде. И на поиске Google, и если это приложение Android, то в Google Play, и в AdMob, и в контекстно-медийной сети мобильных сайтов, и в том числе даже на YouTube, если у вас есть видеоролики, видео приложение, собственно, это вот три шага в данном случае предпринять нужно сделать. Первое, это, единственное, в любом случае придется зарегистрировать аккаунт AdWords, если его еще у вас нет. Но внутри этого аккаунта нужно выбрать тип компании, универсальной установки, универсальной компании для приложений, дальше выбрать свое приложение, добавить несколько строк текста. Если у вас есть видео, то по желанию можно тоже его добавить. Все остальное, то есть весь внешний вид баннеров и все прочее, оно подтянется автоматически из стора. То есть иконка приложения, картинки, рейтинг, все-все-все. Сгенерируются автоматически эти баннеры. Дальше нужно будет добавить гео, языки, на которые вы хотите вести свое приложение, рекламу приложения, дневной бюджет и целевую стоимость установки. То есть только целевую стоимость установки, никаких других настроек. И дальше компания запускается, и ваши объявления на всем инвентаре, о котором я говорил, крутятся автоматически. И система на бэкэнде уже. Она непосредственно сама оптимизирует, сама старается показывать вашу рекламу. То есть она сама опять же генерирует списки ключевых слов, по которым она будет показывать вашу рекламу, и сама будет стараться делать так, чтобы установок было как можно больше по вашему целевому CPI. То есть она сама будет оптимизировать, повышать, понижать ставки за переходы в стор, ну и так далее. Все вот эти факторы. Вплоть до того, что сама будет генерировать несколько вариантов баннера, чередовать их между собой, тестировать, выбирать тот, который лучше всего отрабатывает именно на установке. И у нас уже, несмотря на то, что это вот только запустилось, буквально там меньше месяца у нас это запущено, уже есть первые кейсы, когда это отработало. Собственно, по всем по ним общее – это то, что количество установок действительно больше ожиданий, больше, чем думали будет этих установок. И стоимость за установку ниже, чем было раньше, опять же, с рекламой AdWords. В частности, вот Fashion Days – это восточноевропейский интернет-магазин одежды. Универсальные компании сейчас… А, ну важный момент, да, это для Android. Все это универсальные компании, они работают для приложения Android. Составляют до 70% от всех установок приложений Android, которые есть, собственно, у Fashion Days. И выросли они в первый же месяц в 2,2 раза. Даже в 3,2 раза на 220%. Lineo – это латиноамериканский такой магазин, интернет-магазин. Здесь важный момент, то, что они использовали универсальные компании для приложений, для выхода на новые рынки. То есть у себя в Латинской Америке на новые рынки страны поменьше. И это действительно удобный инструмент именно для этого, потому что там буквально, опять же, в один клик можно добавлять новую страну. Не нужно, как вот обычно раньше нужно было делать, создавать отдельную компанию на новую страну, подбирать там слова на новом языке и так далее. Если ваше приложение уже поддерживает этот язык, то, соответственно, система сама сформирует компанию на бэкэнде и будет ее крутить. То есть именно для выхода в том числе в новые страны быстро используется универсальная компания для приложений. Ну и, наконец, Strava тоже, фитнес-трекинговое приложение. Собственно, тоже они в том числе и новые рынки осваивали. И в первый же месяц получили вдвое больше установок с рекламы при сохранении целевой CPI. И поэтому, если какой-то один момент, скажем так, я хотел бы, чтобы вы запомнили из моей презентации, то это, конечно, универсальная компания для приложений. Потому что это, собственно, из платных инструментов продвижения приложений Android. На сегодняшний день это является одним из самых оптимальных. Но помимо того, что вы для себя сгенерите установки, что, безусловно, важно, есть еще такой фактор, как использование приложения. И, как показывает статистика, собственно, 95% приложений не используются пользователями через месяц после установки. И каждое пятое приложение открывается, в принципе, всего один раз. И, собственно, для того, чтобы работать с этой аудиторией, то есть мало того, что они установят ваше приложение, нужно еще, чтобы они становились лояльными пользователями вашего приложения. Для того, чтобы с этой аудиторией работать, есть такой инструмент, как ремаркетинг у Google, app re-engagement, если мы говорим. Ну и, собственно, на поиске это тоже есть. Все это работает с диплинкингом. Опять же, первый шаг для запуска app re-engagement, это, опять же, прометка приложения, чтобы приложение поддерживало диплинкинг. Если это условие выполнено, то дальше можно собирать различные аудитории внутри приложения, в том числе, например, те, кто, если у вас игра, те, кто играл и перестал играть неделю назад, например, им показать рекламу, вернуть их в приложение. Если у вас интернет-магазин, те, кто положил что-то в корзину и не купил, вернуть их опять в корзину уже с тем же самым диплинкингом. В принципе, ремаркетинг можно и без диплинкинга делать, но тогда переход будет не на конкретный экран, а просто на страничку приложения, что, конечно, не очень эффективно, поэтому лучше делать диплинкинг, безусловно. Работает это следующим образом. Пользователь открывает приложение, попадает в список ремаркетинга. Список ремаркетинга, опять же, определять и вы, какой это будет. То есть, какие экраны пользователь видел, по каждому из экранов вы можете сформировать свой список ремаркетинга. После этого пользователь уходит и, например, идет в другое приложение, Фонарик или Angry Birds. И там вы можете ему напомнить о себе и вернуть его обратно. Опять же, можно это сделать как сразу, буквально через секунду, если особенно это важно для интернет-магазинов. Там, после добавления в корзину. Чем быстрее вы пользователя вернете, тем выше вероятность того, что он купит. Так это можно делать и через какие-то интервалы. Через неделю, например, на пользователь к вам не возвращался. Так вплоть до максимального срока участия, до 540 дней в аудиториях. Ну, стандартно 30 дней. И можно комбинировать различную аудиторию между собой. Собственно, как собираются списки ремаркетинга. Для Android, опять же, это есть вариант вообще, в принципе, по умолчанию собирать о пользователях общий список всех пользователей. Просто вот вы запускаете рекламу в Play, у вас собирается аудитория тех, кто установил рекламу не в Play, в смысле в AdWords. А из Play все подтягивается информация. Но для iOS, естественно, нужно добавить код ремаркетинга либо код отслеживания конверсии. И для того, чтобы собирать уже детальную аудиторию по конкретным экранам, нужно добавить Google SDK с кодом ремаркетинга, который в него входит. И тогда уже можно собирать прям по экранам вообще. Опять же, повторюсь, что для максимально эффективного использования этого нужен диплинкинг. Но, в принципе, можно запускать уже и без него начинать использовать этот инструмент. Но вот вместе с диплинкингом и вместе с SDK пример использования, что можно сделать. В данном случае это японский разработчик Silicon Studio. Их игра Monster Tact. Задача была вернуть пользователей, которые перестали играть. И такая побочная задача выяснить причины, по которым пользователи перестают играть. И для того, чтобы осуществить эти две задачи, использовался App Re-Engagement, ремаркетинг и три варианта баннеров. На одном были монетки в подарок, на втором новые квесты, потому что была версия, что пользователям не хватает квестов, нас кучи в этом существующие. Ну и третий вариант, тут больше монстров. Собственно, по всем, все три варианта тестировались в ротации, по ним осуществлялись переходы. И пользователи, собственно, возвращались в игру. И в результате, собственно, CTR был в 3-4 раза выше среднего, и конверсия была тоже в активных пользователей выше в 2-3 раза среднего. И как вы думаете, кстати, какой победил вариант? Какой? Вот, монетки, да, правильно, монетки был. Вариант, да. Вот японцам это было неочевидно. Не верили в монстров, но в итоге победили монетки. Ну и это, что касается ремаркетинга, но ключевой тоже момент, помимо того, что пользователи должны установить приложение, они должны с ним взаимодействовать, должны быть активными пользователями ваших приложений, конечно, конечная цель для всех нас – это зарабатывать на приложениях. И в среднем, опять же, статистика такая, что там до 80% практически, опять же, если мы не берем e-commerce, разнотаганную цифру еще больше увеличим, 76% доходов приложений приходит от покупок внутри приложения, то, что называется in-app purchase, и большая часть загружаемых приложений у нас, они бесплатные, 91%. Соответственно, очень важно делать так, чтобы пользователи не просто установили приложение, заходили в него, а для того, чтобы они тратили там деньги, так или иначе, и для того, чтобы это делать, собственно, важно понимать, как себя пользователи внутри приложения ведут, что они делают, что работает, что не работает, в какой момент они, например, там отваливаются на пути к покупке, ну и важно в целом, в принципе, измерять lifetime value пользователей, понимать, откуда приходят новые качественные пользователи, поэтому важно не ограничиваться, собственно, опять же, созданием приложения, но и в том числе внутри приложения устанавливать Google Analytics и смотреть по Analytics, по отчетам, собственно, как пользователи следить за их поведением внутри приложения, и еще тоже интересно для тех разработчиков, которые монетизируют или рассматривают возможность монетизировать свое приложение при помощи рекламы, у нас есть интересная возможность вместе с Analytics установить, опять же, в Google SDK, установить AdMob и, в частности, использовать одно и то же баннер-место для того, чтобы показывать рекламу или внутренние промоушенс. То есть базовая модель такая, что вы устанавливаете Analytics с AdMob, у вас есть формат баннера, который вы выбираете, лучше всех работают, кстати, полноэкранные баннеры, работают, естественно, лучше всех и по CTR, и для вас как для рекламодателей они лучше всего работают, и для вас как для площадок рекламных они лучше всего тоже отрабатывают по CTR, по стоимости клика и по суммарному CPM, доходу получаемому. Соответственно, например, вы можете установить на определенные события этот баннер, если пользователь даже проиграл три раза, израсходовал три жизни своих, вы можете поставить этот полноэкранный баннер, и в него можно сегментировать аудиторию приложения, например, тех, кто склонен платить или более такой вовлеченный в ваше приложение, вы можете в этом баннере показывать, совершенно бесплатно, естественно, можете показывать, например, предложение купить новые жизни, докупить жизни, а тех пользователей, которые, например, вы уже показывали эти баннеры несколько раз, и они ничего не докупают, ну, как бы те самые халявщики, основной процент, им вы можете показать рекламу, а если они перейдут на другое приложение, то хотя бы таким образом вы их сможете монетизировать через AdMob, через рекламу, то есть можно так сегментировать и работать по-разному. Ну и завершая, собственно, все то, о чем я рассказал, это можно разделить на три сегмента. Опять же, первое, это нужно аудиторию и установки привлечь, и для этого у нас есть вот магазин приложений, естественно, плейна, поиск, гугла есть, почта гугл, контекстно-медийная сеть рекламная у нас, крупнейшая в мире, и видеохостинг, тоже номер один, YouTube, везде, где можно привлекать новых пользователей, новые установки. Дальше важно с этой аудиторией работать, вовлекать и удерживать при помощи ремаркетинга. И, ну и, наконец, ключевой момент тоже, для того, чтобы все это было эффективно, для того, чтобы зарабатывать деньги на приложениях, важно отслеживать результат, и анализировать, и, ну и в том числе, например, можно и монетизировать там аудиторию при помощи AdMob. А это все, о чем я хотел рассказать. Единственное, хотел поделиться тоже еще такой, не ссылкой даже, да, такой вербальной ссылкой. Очень рекомендую посмотреть, у нас не так давно вышла книга в Play Store, которая, которая называется она пока на английском языке, только у нас не локализован, называется она The Secrets to App Success on Google Play. То есть секреты успеха приложения в Google Play. Это такой солидный том достаточно, в которых вот там 5 или 6 глав больших, в которых по шагам расписано, собственно, что о чем... Ну, там очень много очевидных, конечно, моментов таких, которые на поверхности лежат, но есть и инсайты ценные. Что, о чем нужно помнить, чему нужно следовать, когда вы разрабатываете приложение, чтобы оно было успешно в Google Play, то есть чтобы оно, опять же, индексировалось хорошо, чтобы пользователи его находили, устанавливали, оно им нравилось, в том числе про фичеринг там есть, и про все остальное, что может быть, в принципе, в Play. Поэтому очень рекомендую. Илья, спасибо, давайте поаплодируем. Давайте сейчас перейдем к вопросам. Перед вами сейчас живой Google, так что вопросы думайте обязательно. Добрый день. Вопрос насущный. Как Google AdWords относится к ссылкам, проходящим через CPI-сети на приложения? То есть когда рекламируется приложение и используется URL с редиректом через CPI-сети? То есть не прямой URL на Google Play? Да, если, собственно, тут варианты, они, возможно, получаются с редиректом, и, возможно, просто размещение рекламы, когда, в принципе, Google, конечно, не различает, кто именно рекламирует. Если приложение напрямую рекламируется… Но он не против, скажем так, редиректа. Но если да, если напрямую в аккаунте, то есть есть аккаунт AdWords, в котором размещается реклама приложения, то со ссылкой на Store, без каких-то фродов, то тогда, да, возможно. И второй вопрос. Вообще существует возможность разбана аккаунта? Так как в AdWords достаточно легко в какой-то период времени получить бан без особого описания, что именно было нарушено, с дополнительной припиской о том, что сколько не создавайте новый аккаунт, мы вас вычислим по IP и все равно забаним еще раз. Возможно ли завести новый аккаунт после бана? Вообще, получить, скажем так, по амнистии разбан. А, разбан получить? Нет, если по ошибке был заблокирован аккаунт, то можно, конечно, разблокировать, его нужно в поддержку писать. Единственное, они, конечно, неоперативно у нас реагируют. Но в целом разблокировка, если, опять же, была ошибка, она возможна. То есть такое имеет место у нас. А если это было, допустим, полтора года назад? Если полтора года назад заблокировали? Но если это, опять же, было по ошибке, то все возможно. То есть можно разблокировать. Надо писать в support, самое главное, добиваться от них ответов. Что, конечно, не всегда быстро, к сожалению. Добрый день. Такой вопрос. Насчет аналитики Google. То есть у нас интегрированы SDK Google. И очень интересно было бы, если бы Google мог выдавать постбэк. То есть планируется ли вообще в Google внедрение такого трекинга? Было бы очень удобно. У нас, кстати, да, спасибо за вопрос. Еще вот в AdWords тоже у нас появилась поддержка в августе, кстати, для Ipsflyer, для всех остальных, Tune и прочих. Появилась поддержка постбэка. Соответственно, тоже можно его в обе стороны настраивать. Я об этом отдельно не говорил. Но это есть. То есть можно создавать конверсию с постбэком в AdWords. А чтобы сам Google выдавал постбэк? То есть чтобы он отслеживал? Конкретно именно внутри Google Analytics? Но мы работаем над этим. Так, и второй вопрос. Насчет заведения всех этих рекламных компаний, я так понял, это вообще вот эти универсальные, все остальное, это появилось совершенно недавно. То есть буквально несколько месяцев назад я еще такого не видел. Да, универсальные компании в октябре. Сейчас, то есть практически. И вопрос, собственно, чем это все контролируется. Это какой-то один сервис AdWords все это контролирует? Или внутри него можно завести и на AdMob, и на Google Play. Да, да, да. Все. То есть, соответственно, внутри AdWords. Сейчас вот, если вернуться туда. Вы создаете аккаунт AdWords, то есть AdWords Google.com. И дальше в интерфейсе там у вас будет первый шаг. Это новая компания. И вот в новой компании у вас будут вот эти типы, перечисленные здесь. И помимо них еще будут, этого еще здесь не было, когда я делал скриншот, но у вас будут универсальные компании для приложений. Соответственно, когда вы запускаете универсальные компании для приложений в AdWords, то все, что вам нужно сделать, это вот так будет выглядеть интерфейс. Это выбрать свое приложение, найти его в Android Store, в Play Store. Ну и дальше добавить, естественно, бюджетом все остальное. И CPI. И запустится реклама. Но помимо этого, можно делать детальные компании отдельные. То есть, можно отдельно на поиски рекламироваться. Это уже не универсальные компании для приложений, а это вот обычные типы компаний. Только поисковая сеть, только контекстно-медийная сеть. Но все это в одном интерфейсе сидит. То есть, можно сделать одну общую компанию, можно сделать отдельные компании, отдельно рекламироваться, там самому все вручную выбирать. И еще последний вопрос. Мы рекомендуем для Android, конечно, универсальные компании пробовать обязательно. Потому что это легко, это просто быстро и хорошие результаты дает. Можно последний вопрос? Насчет индексации в Google из магазинов приложений. Влияет ли оптимизация конкретно под поиск Google? То есть, ранжирует ли Google сам оптимизированный под его поиск? То есть, если мы ищем кейворды не в App Store, не в Sensor Tower, мы их ищем в Google AdWords. Как-то это влияет на сам поиск в Google приложений? Из App Store или из Google Play? На поиск Google влияет ли, если... Если мы брали ключевые слова из планировщика ключевых слов Google AdWords. То есть, я имею в виду, представьте, есть оптимизация внутри App Store или Google Play, есть оптимизация контекстной рекламы. То есть, представьте себе, что мы оптимизируем приложение под контекст. То есть, вообще это влияет или это никак не скажется на поиски? Сейчас еще раз вопрос понять. Влияет ли контекстная реклама на... Влияет ли оптимизация ключевых слов для Google AdWords на поиск в самом Гугле? То есть, человек сидит, ищет приложение со своего телефона. Приложение внутри магазина приложений оптимизировано под поиск. Под поиск в самом поисковике. И мы эти ключевые слова брали из планировщика. То есть, будет ли он их подцеплять как-то? Поисковик Google. Приложение. Будет ли он подцеплять? Да, будет ли он его индексировать? Если там диплинкинг есть, если оно проиндексировано, то есть, есть диплинкинг и проиндексировано приложение, то оно будет, соответственно, по словам, которые Google посчитает, что они релевантны для этого приложения, для конкретных экранов, оно будет показываться. То есть, ну, вот, например, как я говорил, там, с Википедией можете попробовать. Самый такой простой пример. Если поискать Википедию, она у вас не установлена, то вам покажется приложение в результатах поисков. Хорошо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok